Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня с вами снова я, Анна, и мы находимся в магазине Светофор. Это школьная 169, Шушары. Давайте смотреть, какие новиночки приехали сюда. Выражаю особую благодарность всем, кто пишет отзывы. Спасибо вам большое! Вы делаете большую работу, помогаете нам совершать правильные покупки. Не во всех Светофорах есть крышки твистов, поэтому покажу их сейчас. 20 штучек крышек стоят 77,72. Ну а крышки СКО классические 159 рублей. Эта крышечка в одной упаковке 50 штук. И вот первая новинка, которую мы пока не видели нигде, это прокладки женские гигиенические с крылышками. Ангелина ночные софт лайт 35,59. Это цена за 8 штук. Очень бюджетно. Производит их Ленинградская область, город Новая Ладога. Вот эти сковородки тоже относительная новинка. В Владимирской области их производит 34 сантиметра с антипригарным покрытием. 702 рубля. Тоже не во всех Светофорах есть вот эта зубная паста Проми. 145 грамм 40 рублей от старейшего производителя Дабур Индия. Я сегодня возьму еще один кусочек вот этого туалетного мыла банное. Оно очень быстро заканчивается, хорошо его разбирают. Фикс прайсе стоит 55 рублей. Ну а здесь 35,59 за 180 грамм. Еще есть в ассортименте хвойное. Я, пожалуй, возьму и банное, и хвойное. Есть здесь и перекись водорода 3%, 1 литр стоит 9,59. Еще раз покажу чайники электрические. Кто-то под последним роликом меня спрашивал, есть ли чайники в Светофоре. Вот они. Набор салатников с крышками 3 штуки, 3,9 литров и 1,1 литр. 224 рубля за такой набор. Набор емкости для хранения с крышкой и ручкой 6 литров, 3,3 литра и 1,6 литра. 231 рубль стоит. Кстати говоря, о прокладках в некоторых светофорах еще остались прокладки Милана. Итого, в светофоре есть прокладки под названием Ангелина и Милана. Ну а сейчас я подошла к перчаткам виниловым. Они немножко, кстати, разные приезжают во все светофоры. В Комунаре другие перчатки. Здесь 100 штук. Размеры L, M, 155, 89 цена. Новые салфетки универсальные под названием Мой рулон. 200 штук в этом рулоне, 114, 53. Я практически постоянно покупаю вот эти универсальные полотенца. Здесь 150 штук поменьше за 90 рублей 42 копейки. 17 на 20 размер одного полотенца. Здесь, кстати, не указано размер конкретно полотенца. Вот эти меня абсолютно всем устраивают. Пользуюсь практически постоянно. А эти полотенца производят Тоснинский район Ленинградской области. Вот эти новые носочки, которые я показывала уже достаточно подробно, из натуральной шерсти. В этом светофоре тоже присутствуют. Цену обязательно укажу. Я уже закупилась этими носками. Очень хорошие. И здесь еще много их в наличии. Кстати, вот эти зелененькие носочки. Давайте посмотрим. По составу 7 шерсти, 28 полиамид и 2 эластана. А сейчас не удивляйтесь вот этой новинке. Мягкая игрушка. Гусь-обнимусь. 130 сантиметров. 877 рублей 46 копеечек. Гусь-обнимусь выглядит следующим образом. Очень удивительная новинка. Никогда еще, по-моему, не было. Именно в светофорах вот таких мягких, больших игрушек. Антистресс на ощупь. Он очень приятный. И каждый гусь, он лежит в отдельной упаковочке. Давайте посмотрим, кто производит. Производит этого гуся компания Small Toys, Смоленская область. Действительно, он приятный. На подарок подойдет. По составу текстильный материал с набивкой из полимерных волокон. Вспененного полиуретана поролон и элементы из пластмассы. Подвезли и альбомы наклеек формата А4. 350 штук наклеек внутри. 142,21. Как я и говорила, сейчас в городе Санкт-Петербург в светофорах прошли во многих инвентаризации. И потихоньку, август месяц, мы сейчас с вами будем наблюдать новиночки. Знаю, в Парголово очень много новинок интересных привезли. А вот на Пулковском шоссе 106 и в Коммунаре, по-моему, инвентаризация еще только предстоит. Они говорили, что в начале августа будет инвентаризация, так что туда новинки поступят чуть позднее. И еще хочу сказать, что покупать такой набор очень выгодно, потому что я дочке часто покупаю небольшие наборчики. Буквально вот один листик вот такого размера, они рублей 20-25 стоят. А здесь целый альбом с наклейками стоит 142 рубля. Так что вот присмотритесь, мамочки, у кого дети увлекаются наклейками. Подвезли лампы светодиодные, старт LED 20 ватт, Е, цоколь 27, 47 рублей стоит. И светильник настенно-потолочный 20 ватт от Дэнмакс, квадрат, 380 рублей 80 копеек. Торейки алкалиновые 2А и 3А от Дэнмакс, 12 штучек в наборе 110,73. До этого светофора доехал комплект постельного белья Жатко, полутораспальная, 100 грамм на метр квадратный, 681 рубль. И сюда приехали немножко другие расцветки, однако уже мне поступили отзывы, говорят, что плотность очень маленькая, совсем тоненький материал внутри. Кто покупал, напишите. Но зато и цена бюджетная, смотрите, 681 рубль. И расцветки в каждом светофоре, как всегда, на все разные комплекты, разные расцветки. Не требуют глажки, дышащая ткань и коллекция 2023 года. Смотрите, здесь пододеяльник 1,45 на 2,15, простыня 1,45 на 2,15 и наволочка 1 штука 50 на 70. Кстати, вот эти расцветки с цветами очень даже. Это тоже цветы, только на зеленом фоне. Тоже приятная расцветка. Если вам нравится какой-то комплект белья, но в них не нравятся расцветки, представленные в магазине, как вариант, можно доехать до близлежащего другого светофора. Обязательно что-нибудь интересное найдете. По мебели покажу еще раз, потому что постоянно спрашивают. Шкаф-пенал над стиральной машинкой, напольной, размеры указаны. А также вот это рабочее место. Как-то его слабо разбирают, если честно. Рабочее место с боковыми полками для хранения. Белый. Белая. 1862 рубля 59 копеек. Еще одна классная новинка, которую не видели мы нигде. Комод на колесах. 4 ящика. 70 на 38 и на 30 сантиметров. Цена 1374 рубля. И я вам скажу, что молодцы работники этого магазина. Они этот комод собрали. И честно сказать, очень классная вещь. Смотрите, во-первых, цвет приятный. На колесах. Очень приятно колесики катаются. Ящики тоже аккуратно выдвигаются. Однозначно пригодится в хозяйстве. Я бы даже сказала, что это пока самый удачный комод из того, что мы в светофорах видели. Небольшая у него высота. Можно несколько таких приобрести. И производит компания Бытпласт. Известный производитель. Он называется, еще раз скажу, комод на колесах. 4 ящика. Делюкс. Габариты и размеры указаны 30 на 38 с половиной. Высота почти 70 сантиметров. Город Москва его производит. Если честно, комод прям отличный. Вот еще раз вам его покажу. Присмотритесь. Что-то мне подсказывают. Разберут их быстро. Контейнер для мусора. Твин. Он называется. 18 литров. Объем 38 на 33 и на 26. Цена его 387 рублей. Мы его подробно рассматривали в магазине. В коммунаре. И что хочу сказать. Многие подписчики пишут. А вот это ведро для мусора я бы с удовольствием приобрела. Действительно ведро удачное. Можно несколько приобрести для раздельного сбора мусора. Ну и цена. Где сейчас ведро такое. 18 литров. Найдешь по 387 рублей. Вот это кашпо тоже новинка для этого светофора. Кашпо декорированное с поддоном. 11 литров пластик. Цена 160 рублей 89 копеек. Такое кашпо мы с вами пока видели только в Антелево. И что хочу сказать. В Антелево были только белые варианты этого кашпо. А здесь смотрите еще цвет таракот. Очень удачный. Мне лично очень нравится. И поддончик есть. 11 литров объем. Пластик очень плотный. Хорошее и красивое кашпо. Кстати пластик здесь не пищевой. Название этого кашпо Европа. 11 литров. Республика Татарстан. И вот сразу видно, что Татарстан. Потому что посмотрите какой пластик. Его даже он не прогибается. Мне кажется хватит однозначно не на один сезон этого кашпо. И кстати я все время говорю про белые кашпо. А мне один мужчина написал. А я люблю наоборот цвет таракот. Вот такой кирпичный. С удовольствием покупаю кашпо именно такого цвета. Так что в этом магазине есть. Приезжайте. И вот это кашпо объемом 27 литров тоже покажу. С поддоном пластиковая. Тоже в двух цветах. 261 рубль. Тоже отличная. И тоже отзывы прекрасные поступают. И тоже в двух цветах. В общем классно. Смотрите. Кому нужна вот эта тумба подвесная. Напольная. ЛДСП. ОТП Стеклянникова. В каких-то магазинах она даже уже собрана. По-моему я показывала ее на Пулковском шоссе 106. Так вот. На прошлой неделе она стоила больше 1000 рублей. Вроде бы. Или 900 рублей. Она переоценена. И у нее снизилась цена. Смотрите. Она стала стоить 791 рубль. Так что кто давно хотел приобрести вот именно эту тумбу. Она симпатично смотрится в интерьере. Подписчики. Видела картиночки. В общем как покупают несколько таких тумб. И компонуют их. Получается очень даже симпатично. Вот. Так что обратите внимание. Сейчас очень выгодно ее приобретать. Здесь буквально 6 штучек осталось. Сумка. Шоппер с принтом. 100% хлопок. 120 рублей. 67 копеек. Эту сумку производит Узбекистан. И мы сейчас посмотрим обязательно все варианты, которые есть здесь. Потому что я считаю, что сегодня сумка Шоппер очень хороший заменитель полиэтиленовым пакетом. Можно много таких сумочек в хозяйстве иметь. Вот например такой вариант. На ручек тоже важный элемент. Здесь где-то сантиметров 20-25. Все просмотрим. Еще мишки. Не сегодня. Для любителей кошечек. Вариант с кактусами. Я хочу сказать, что все сумки очень различаются на самом деле по качеству. Вот эти цветные. Они как будто бы сделаны из обычного хлопка. Вот как простынки, наволочки. А вот эти, которые, например, с мишками. Они мне нравятся больше. Видите, здесь такая как сеточка, более плотная ткань. Я бы выбирала вот такой Шоппер. Он поплотнее. И с енотом тоже он достаточно плотный. И жираф. А вот эти похожи на обычную хлопчатобумажную ткань. Вот как постельное белье. Если брать, я бы брала вот такой Шоппер. Очень много вариантов, много рисунков. Просматривайте все. Еще вариант с сердечком. Там наверняка есть еще и другие рисунки. Просто перекапывать все Шоппера не хочется. В общем, для меня я бы выбрала вот что-то такое. И свекла маринованная 500 мл. От Валдайского погребка. Здесь в светофоре стоит 64,43. Была в магазине Пятерочка. Сейчас там поставка ровно такой же свеклы. И приложу вам ценник в Пятерочке. Она стоит дороже. Кабачковая икра. На самом деле на нее разные отзывы. 48 рублей 500 грамм. В ней нет ни аскорбиновой кислоты, ни лимонной кислоты. Когда я сказала, что такого быть не может, получила много отзывов. Мне написали, кабачковая икра прекрасно готовится. И без лимонки, и без уксуса. И хорошо хранится. То есть, я, например, всегда как-то побаиваюсь не добавить уксуса или не добавить лимонки. Но вот подписчики пишут, что она прекрасно себя чувствует и без этих ингредиентов. Много в наличии пюре. Яблоко с 4 месяцев его можно кушать. 250 грамм. Здесь 45 рублей. Пюре фрута няни из цыпленка с рисом и овощами. 36 рублей. Цена вот такой маленькой баночки. Здесь всего 100 грамм в одной банке. Привезли вот такие блинчики традиционные с начинкой вишня, клубника, творог. От компании Элики. Элика. У Элики вообще огромный ассортимент продукции. Цена вот такой упаковки 112 рублей. Вот блинчики с вишневым джемом и еще блинчики с клубничным джемом. Единственный светофор пока, в котором вижу у нас на юге города вот эту горчицу. Добрая хозяйка. От компании СН Продакшн. 250 грамм. Есть только здесь. В общем, 44,91 цена. Много кетчупа Астория. Томатный 49,70 за 330 грамм. Смотрите, сливки сюда подвезли. От компании Сибмол. 93 рубля. Сырные батончики копченые от бренда Заботливая хозяйка. 542 рубля. Это цена за килограмм. Выглядят они как сосиски. И здесь 550 грамм в одной упаковке. Это сыр на самом деле. По мясу сейчас набор крыльев в ассортименте. Бедро куриное есть. И также свинина на кости туши-полутуши. Но по цене 219 рублей. Цена плавающая. То 199. Вот сейчас 219 рублей за килограмм. Я в прошлый раз покупала вот такие сосиски отборные категория B от компании ИНИ. Что хочу сказать. Не самые плохие сосиски, которые я пробовала в своей жизни. Не самые лучшие, конечно. Но и неплохие. Вот так я бы на них дала. Недавно в ассортименте появилась вот такая колбаса русская от компании Ладога. На самом деле от Ладоги свежие всегда поставки приходят. Неплохая колбаса. Это категория А. 354 рубля. Новый продукт под названием Брушетта. Вакуумные упаковки категория B. От Заборского мясокомбината. 317 рублей стоит. Из рыбы сейчас есть форель. Весовая 507 рублей. Цена за килограмм. Здесь форель замороженная с головой. И филе ментая 247,80. Цена за килограмм здесь 1,2 кг. Пикша замороженная без головы. 224,20 за килограмм. Фасует по многу. Здесь почти полтора килограмма на 437 рублей. Любители рыбы, моя вам большая рекомендация. Попробуйте закоптить скумбрию. Если у вас есть коптилка, собственно, коптилку легко соорудить на даче из какой-то металлической емкости. Мы на выходных коптили скумбрию. Это очень вкусно. Желательно выбирать, правда, скумбрию большого размера. Здесь вот она небольшая. Но цена 192 рубля. Отличная цена. Попробуйте закоптить. Она просто божественная. А я хочу еще попробовать закоптить селедку. Тоже, мне кажется, будет вкусно. Один мой знакомый порекомендовал закоптить еще терпук. Говорит, что вот копченый терпук тоже очень-очень вкусный. Напишите, как вот, может быть, вы что-то еще коптите, какой-то вид рыбы. Понятно, что красная рыба очень вкусная, копченая. Ну, вот селедку я хочу еще попробовать. Сейчас завозят и вот такой корм для кошек, для взрослых кошек с говядиной под названием Cat & Man. 279 рублей стоит этот корм. Здесь за 1 килограмм 900 грамм. В общем, мне написали целый большой, как сказать, много очень отзывов. Не нравится этот корм. Некоторые пишут, что даже кошки, дворовые кошки его не едят. Вот такие были отзывы. Ну, действительно, за такой вес, конечно, это очень низкая цена. Качество корма низкое. И был даже такой отзыв, даже куры не едят этот корм. Обычно, видимо, куры все съедают. А вот в этот раз с этим кормом не получается его скормить куром. И еще подвезли сюда колбаски такие вот парамские для собак. Золотая коллекция, 120 грамм здесь, 89,36 цена. Пока в этом светофоре только видела масломоторное полусинтетическое Volga Oil Luxe. Здесь 4 литра, цена 570 рублей. Если у кого-то есть отзывы, нам, пожалуйста, напишите. Закончить свой обзор хочу рядом с вот этим комодом на колесах. 4 ящика, на мой взгляд, сегодня это самая интересная новинка. Все параметры указаны 1374 рубля. Привезли, конечно, интересную мягкую игрушку, а также шоперы. В общем, новиночки потихонечку поступают. Благодарю еще раз всех, кто пишет отзывы. Спасибо вам большое. Вы делаете большую работу. До свидания. До новых встреч, до новых обзоров. Пока-пока.